Музыка Андронская федоровская культура Это очень интересное такое культурное образование, которое давно известно, и мы исследуем их памятники на протяжении длительного времени. Например, могильник Тартас-1 копается уже около 20 лет. Но вопрос в том, что все памятники, которые нам известны на этой территории, они погребальные. То есть мы очень хорошо знаем погребальный обряд. У нас есть антропологические определения и даже генетические определения. То есть мы что-то об этих людях уже знаем. У нас есть набор посуды, которая происходит из погребений, и какого-то предметного комплекса. Но в реальности, на самом деле, археологи, они не занимаются вещеведением. Им интересны непосредственно люди. То, как они жили, какие у них были дома, какое у них было хозяйство, каких животных они держали. И вот этого для исследования Андронской федоровской культуры нам, на самом деле, очень сильно не хватает. Буквально в прошлом году осенью местный житель, и по совместительству у нас очень хорошие знакомые, удил здесь рыбу на берегу реки Тартас и нашел фрагменты керамики. Фрагменты керамики эпохи развитой бронзы, Андроновской федоровской культуры. Поэтому мы в этом году во главе с Вячеславом Ивановичем решили здесь разбить пробный такой, в общем, раскоп вдоль береговой линии, там, где была найдена основная масса керамики. И выяснили, что все намного сложнее, чем мы представляли до этого. Вообще, когда ты исследуешь памятники какой-либо культуры, то есть ты пытаешься понять этих людей, почему они, например, жили в том или ином месте. Но Андроновцев мы долгое время не понимали. То есть мы не могли найти поселений. И до сих пор это очень сложно. Вот где и как они жили, никто толком сказать не мог. И в процессе исследования этого памятника у нас все-таки некоторые ответы на наши вопросы, они появились. Выяснилось, что памятник двуслойный, как минимум. Скорее всего, в раннем Железном веке здесь достаточно непродолжительное время жили люди. Ну, это примерно, возможно, где-то VI век до нашей эры. А дальше, если смотреть стратеграфию, вот этот верхний слой. А дальше у нас образовалась достаточно мощная стерильная прослойка. Видимо, в это время здесь было сильное обводнение. И в некоторых местах у нас мощность стерильного вот этого слоя достигает где-то 50 сантиметров. Вот. Ну и нам, можно сказать, посчастливилось под этой стерильной прослойкой. В некоторых случаях больше 50 сантиметров у нас обнаружился прекрасный запечатанный слой антроновско-федоровской культуры, который содержит керамику, кости животных, значит, остатки каркасно-столбовых конструкций. То есть, так или иначе, ну, результат мы все-таки получили. И результат достаточно неплохой, потому что другого у нас на данный момент времени ничего нет. Это, то есть, буквально первые такие сведения об этих людях, которые в это время жили. Почему образовалась вообще такая ситуация? И почему так глубоко? И почему мы не можем их найти? Скорее всего, в тот период, когда здесь жили антроновцы-федоровцы, здесь была засуха. Засуха, то есть, река была очень низкая, вода не поднималась, и что, собственно говоря, давало возможность им здесь жить. Но, как мы знаем, Барабинское лесостит – это такое место, где все очень циклично. То есть, цикличные периоды сухости, цикличные периоды обводнения. В какой-то момент времени здесь наступил период обводнения, и случались постоянные наводнения, из-за чего им пришлось отсюда уйти. Никаких рельефных признаков мы на местности прочитать не можем, и отсюда поселение найти очень сложно. То есть, именно из-за этого, из-за того, что здесь все замыто и перемыто. Ну, этот памятник нам все-таки дал шанс, поэтому я надеюсь, что раскопки его мы продолжим. В самое ближайшее время, потому что все-таки информация, которую мы здесь получаем, она очень ценна для науки и для истории Новосибирской области и непосредственно эпохи развитой бронзы. Спасибо. 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 Спасибо.